снова всем здорово мы проходим мануальной тренинг по мануальной терапии и переходим к бедам травка бедер соответственно да сначала смотрим длину ног это смотрит по лодыжкам внутреннюю косточка снизу поджали было видно двойна спичи спустим на разном уровне да и по ощущениям так по пяткам смотрим тоже видишь на сантиметр по большим пальцам это почти равно мы тоже не только лишь той ноги которая длине получает большие пальцы лишь лишь возможно плоскостопие больше может быть уж надо упирается в пол не сильно это лучше конечно смотреть не в такой позе когда человек не стоит на полу значит возможно это надо больше упирается значит у нее по костям тут она ниже вот эта косточка возможно эти мышцы это проблемная да то есть передние поднимающие бедро нормально мышцы не болит и малая годичная средняя годичная смотрим по высоте бедра это даже не нужно было заведующих взрыв пошло вперед значит нам надо его толкать туда вниз берем ногу расслабленную расшатали расшатали с давлением с поворотами этот бедренный сустав размалываем теперь если наклонили вот сюда примерно от кубка на расстоянии ладони колено висит да и давим на себя это сустав кпс крестово-подвздошник прорабатывается если могут где-то на уровне солнечное сплетение давим вот туда это пояснище крестцово-сочтенение вытягивается можно еще заседающую костью потянуть это конечно мощный так и теперь правка сустав находится под 45 градусов на себя продавливаем с таким всем корпусом могут на себя тяжелее лучше все-таки с противоположной стороны да просто я против камеры чтобы видно было камеру спина не поворачиваюсь туда не получается тогда усиливаем тут может толкнуться кстати и кпс и тазобедренность это и там и там может быть щелчок тогда усиливаем берем вот эту руку пациенту говорим самую толстую стороной клади себе прямо на крестец вот так вот и дружка до поднялся съехал назад назад поркнуть вот эту сторону берем с нее не получается с рукой можно взять вот такой кирпич и подложил под себя только под ту сторону вот вытаскивай ну прежде чем вот эти толкают лучше все таки все мышцы которые вот так вот к шею подходили вокруг всей шеи вокруг всей ноги их лучше продавить протолкать вот представьте что как будто в это ось и солнышком вокруг нее идем бедро загибаем вот так вот противоположенную плечу тянем ногу натягивается этот грушевина мышцы уже можно пробить проработку кулаком потом сюда нагнули ногу к локтю примерно сам тянем колено расчетно сюда положили растягиваем положим колено положили здесь упираемся в тазовую кость а здесь берцовую растягиваем еще мощнее это движение если вы отсюда зайдете вот так вот лицом у себя развал от себя забир совы тянем противоположную тянется чувствуешь расцениваем сторону тоже вот расценили заположенную бедро держим в общем все способы можно сюда еще положить ближе к краю подвинься во все стороны когда я показываю можно сделать спиром вот то есть мы прошлись по всему кругу да получается ну и теперь сам прием первый зажали голень и загубим оттягиваем вверх заболем не под колено заговорим под колено это есть посередине то есть вот сустав сорок градусов вытягиваю по 40 градусов вверх это если бедро ушло туда вниз теперь если колено больное да можно захватить за бедро такой захват борцовский и другим если колено здорово можно захватить за колено вот так вот рычаг можно поставить ногу расшатать расшатать на себя далее можно выдернуть с подкруткой равность по столу дело в том что тестируем сразу ноги пускаем видите нога заваливаться сюда на больше видно это да либо грушевидная это говорит о том что таза экстензия и стопа вот так разворачивается если нам надо ее бедро вывернуть вот туда за ведро мы надеемся что повернется и таз теперь просто выдергиваем поставим на пяточку и расслабили расслаблены толчок будет заболен но сначала одна рука на колени держит чтобы расшатать его чтобы помочь ему расшатать вот сюда вообще слабо идет значит расшатываем вот так тогда вот сюда опускаем бедро пускай пускай должно коснуться стола практически увеличиваем амплитуду да своим бедром держу стол до 100 должен ехать никуда и клиент желательно тоже чтобы никуда не съезжал освежает только бедро далее вот это надо было длине чуть-чуть это короче упираем в себя тазовую кость так и дали чудо удерживаем чтобы я была прямая а эту ногу забыли на стук начинаем вытягивать корпусы чувствуешь так ложись выравнивать обратно ну вот такая работа с бедром во всех положениях когда вот он так лежит если перевернется переворачиваться на живот шикарным глазом солнцем с этой стороны сейчас опять буду заткать это ведро вперед назад поменяем сторону камеру перестанет вас там тоже видно будет это нога короче нет тут мы другое тут мы смотрим по бедру видим что бедро допустим выше чем с этой стороны выше относительно стола и отсюда упираемся выше относительно позвоночника конечно надо толкать его вот туда в ту сторону можно еще раз шатрать ведро пемлись не в таз а в бедру да и ведро продоба туда если там она прям совсем жестко зажатых то можно повернуть подогреть к краю стола надо путь отписает если мышцы зажаты да то в этом случае там делаются инъекционные уколы чтобы освободить эту мышцу да часто можно и декорином на руковином вот он так проколотый пролежит минут 10-15 она расслабиться тянется 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 потом подходим своим коленом его колено упираемся да здесь в бедро упираемся ну желательно чтобы еще совсем держал на предположен таз чтобы он нет состава не упал расшатали расшатали и толкаем бедром и руку одновременно так видишь оно оно на себе ну все покажи как нам нравится лайки в путь дорогу в отработку и значит продолжаем работу с бедром до дополнительному его еще есть там прямо на жесткая до растягиваем вот так вот за ахиллова сухожилия стопа на предплечье и утром оттягиваю на себя а здесь рукой не у коленки а вот тут как бедро туда вытягиваю эти бедро тянется и соответственно сзади все сухожилия до крестца практически до поясницы тянутся следующий прием если вот эта мышца болит то мы ее берем зажимаем ну во первых все те же приемы которые пока сможет первым пройтись да и предлагаем человеку согнуть коленку и выпрямить туда-сюда держим где место крепления мышцы если паховая мышца болит продавили и больно не больно то прям где место крепления подходим и вот туда вот я уши от рукой я на себя эти антену будет часть растягиваю и вот туда вытягиваю и также можно и захватить и проработать с коленом давай туда-сюда теперь вот здесь же грушевидно мышцы идет к малому версию с той стороны крепится еще вот тут коротенькие мышцы забирательные там все те в моем верхней и нижней забирательные значит ставим вот так под диагонали стопу свалю на ребро как раз и на грушевидно там будет воздействие и через свою ногу протягиваю тянется чувствуешь да теперь сам бицепс бедра ставлю на пятку и натягиваю на себя бедро видишь поднимается следующую точку подальше стал к колену сдвигаюсь поближе вся задняя часть проработает до проработала задняя часть спереди я уже говорил да если вот это мышцы скован и соответственно свисает надо мы ее оттягиваем относительно вот это от кости тоже можно спину ниже ниже до сосредоставляйся будет расслабились расслабились также пир вот для боковой поверхности ноги большебедренной трассы например ставим так руку и с задержкой дыхания садись на шпагат разводи ноги стороны да я боль чувствую вас очки не стазу да вообще внутри идет сразу вот там расширение идет назначили что заносим проработана смотри вот это все место будет внутри ну вот воздействует те мышцы которые ты которыми ты редко пользуешься еще и буду прорабатывать до проработать очень хорошо для восстановления представленной железы в ней три проблемы скорее всего наверно давние проблемы потянули так то же самое можно сделать и вот так вот и не на меня ну а мы сопротивляемся еще это грушевину это уже паха в этом получается мышц и в эту сторону да и во всех позах видите я практически сам не станут установлюсь так чтобы у меня сопротивлялось моего тела да я ставлю прямые руки чтобы мне саму себе это облегчить теперь ставим пятки поближе к себе и стыкуем их отсюда смотрим что было все симметрично тоже прорабатывается очень хорошо и представьте на железа и все паховые мышцы на вдохе задержка дыхания я развожу ты соединяй делаем углу побольше 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 я давлю ты соединяем вдох там может и крестец щелкнуть и кпс щелкнуть может да это кстати вот тебе домашнее задание по поводу проработки а сам это завод на сам просто допираешься и растягиваешь или что-то поставишь туда и будешь вызвать или под ног стены или да или вот так можно поставить до кубик можно поставить делать и теперь максимально вот так теперь вот в эту сторону растягиваю вдох растягивать разводим разводи я немножко дарю в этом ходу да все буду ставились побольше разводи то есть все то есть работаем на приведение мышцы и на отведение мышцы в другую сторону так про бедро у нас виде ролик давай еще 100 стороны теперь так вы положили на плечо из-за от коленка прям за бельцовую кость растянули растянули и толкнули далее допустим вот эта нога короче под бене и значит опираемся в длинную ногу до через ногу прямая нога в таз а коротку ногу вытягиваем на себя выдергиваем ну вообще еще лучше когда по 45 градусов тогда ногу упираемся в фидальшую кость мимо себя выдергиваем в эту сторону так вот таким углом подаворачивая так ну все отрабатываем тут на друге а если вы еще не с нами то много много теряете ставьте лайки с вас подписка а не выезде за пределы нашего канала то есть а а а а а а